Стою в Кудрово на этом грёбанном перекрёстке, туда Дубенко. Смотрите, у него уже опоздание 3 минуты. Ещё мне ехать 5. А было изначально 5 минут. Он горит у всего 10 секунд. Сейчас его ещё возьмут и отменят. Сотруднику техподдержки набираю. Ещё посмотрю, что скажу. Кудрово, блин, просто лютый муравейник, человейник. Как здесь можно жить, я ума не приложу. Просто жесть. В аду люди, короче, живут уже на земле. Это приезжие всё. В основном. Идея, Янекс, должен как-то... Андрей, спасибо за ожидание. Я проверил информацию. Действительно, дорожные условия во время поездки также могут меняться. Вам также можете оповестить пользователя о том, что задерживаетесь. Если пользователь... Да мне... Слушайте, молодой человек, послушайте меня, пожалуйста. Я выехал сюда не пользователей возить, а деньги заработать, которыми я накормлю семью. Понимаете? Мне от пользователя ничего не нужно, кроме его денег. И хотелось бы, чтобы моё время было не зря потрачено. Вот в данный момент, вот это 5 минут опоздания. Это зря потраченное время. Зря. Понимаете? Которое я считаю, что Яндекс должен... Если он взялся на себя оказывать информационные услуги, то он должен тогда либо включать счётчик с момента, как ты этот заказ получил, чтобы каждая моя минута и другого любого водителя была оплачена. Вот и всё. В этом случае, Андрей, компенсация за время в пути не предусмотрена сервисом до точки А. Ну а чё? А как тогда? А сколько, кстати, время от точки А до точки Б в действующем заказе? Мне кажется, что тут и на выезде сейчас, вон, творится какая-то дичь. Вы посмотрите, вот если бы сейчас здесь сидели, вы бы увидели, что тут просто творится ад. Андрей, в таком случае, если после завершения этого заказа время в пути действительно будет увеличено, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки повторно, чтобы мои коллеги рассмотрели вопросы компенсации. А какой оптимальный путь? А какой оптимальный путь? По каким улицам я должен проехать, чтобы опять же претендовать на промокод? Потому что я... В этом случае вам провожение вас соповести. Не-не-не, оно не совпадает, 99% случаев, с тем трекером, который у вас в компьютере. Я поеду по своему, которому мне будет Яндекс.Про показывать, потом позвоню насчет промокода, а вы мне скажете, время в пути изменилось, так как вы отклонились от оптимального пути. Я скажу, да нет же, вот же, я же ехал. Нет-нет-нет, промокод в данном случае вам не положен. Что, не знаете, что ли? Противальный маршрут рассматривается в приложении, указанном первой. Нет, ничего подобного. Все последнюю неделю это был третий или пятый вариант. Звоню в поддержку, узнаю в оптимальный путь, мне озвучивают совсем другие, другой маршрут, другие цифры по километражу и по пробегу. Вы мне сейчас скажите, сколько точки А до точки Б предварительно заявлено в пути? Сейчас проверяю информацию. Девять минут. Девять минут? Это куда, на метро Дыбенко, что ли, заказ? В этом случае, точните эту информацию, нет такой технической возможности. Вы думаете, я буду туда девять минут? Слушайте, знаете что, я просто не поеду сейчас в метро Дыбенко, я не буду опять на этом перекрестке стоять 40 минут. Сколько там стоит заказ? Это 205 рублей? Ну там 248? Это информация, нет такой технической возможности защиты. Вы знаете, как поставить статус пути. Сколько километров заявлено в заказе? Также эту информацию нет. Предварительно, предварительно у вас есть трекеры. Два километра, четыре километра, вы это видите, информацию. Уже тысячу раз спрашивал, что вы... В этом случае, именно, точните эту информацию, нет такой технической возможности. А как вы будете сверять? Да подождите, ну что, зачем вы мне, что первый раз, что ли, звоню? Вы сверять на основании, чего будете, мою просьбу о промокоде? В этом случае, именно, после завершения... Не-не-нет, я говорю, у вас трекер сейчас, девять минут, километраж предварительный, мне скажите, чтобы я мог ориентироваться. Он сейчас мне выдаст пять вариантов развития. Я поеду, первым, который мне предложит. Он сто процентов будет не совпадать с тем, по которому вы будете оценивать выдачу промокода. Что, как вам непонятно-то, я не понимаю, блин. Сейчас, я более детально уточню. Информацию вернусь, кому оставайтесь, пожалуйста, на линии. а еще коллеги, меня укусила пчела, короче. Вот туда. Субтитры создавал DimaTorzok чайный чувак прислал. Я не пойму, это заказывающееся вот меню. люди стоят вон там, вдалеке. Яндексу надо учиться работать, блин. Они на самом деле вообще не понимают, что происходит, блин. Отклонить и отменить другое отменить. Заказ отменен. Блин, в окей был заказ. Андрей, спасибо за ожидание. Я проверил информацию. Предварительный километраж составляет 3,1 километр. 3,1? Верно. А я уже отменил заказ. И второй тоже отменил. Ой, блин, тупые, блин. Вот он. Посмотрите, этот заказ до медиа, который я сейчас отменил. И по их понятиям я должен был ехать. Вот этот кусочек, видите, бордовый, красный, это стоямбо по-любому, блин, минут на 20. А он посчитан за 9 минут был. То есть у них ситуация на дороге меняется, а эта ситуация здесь уже не меняется хрен знает сколько часов вот здесь. Я что-то с дуру заехал в Кудрово, блин. Вот эти человеники, блин. Вот это во все. Короче, тут такое, я время потерял, но я принципиальное порой, блин, не поеду, блин. Сейчас, вон он поехал, на К5 повез, чел. в зеркале видно, но сейчас он встрянет, короче, за свои там 244 рубля, блин, в полчасовую поездку. Я лучше просто тогда бесплатно просто потусуюсь и запилю контент. Всех обнял, берегите себя. поездку, блядь, поездка, вон он Продолжение следует...